В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Несоответствие гигиеническим требованиям введен запрет на купание в озере протяжном и пруду Боровом. Медали за особые успехи в учебе в администрации прошел в торжественный прием выпускников. Все свои Саров присоединился к областному дню молодежи. Далее расскажем обо всем подробно. Пропал человек. С таким заявлением обратилась дежурная часть полиции жительница Дивеева. Ее дочь не отвечала на телефонные звонки и не выходила на связь. А несколькими днями ранее сотрудники приняли заявление от якобы пропавшей женщины об избиении мужем. В ходе рискованных мероприятий пропавшую нашли. Как оказалось, она просто не хотела расстраивать мать семейными неурядицами. Чем еще запомнился в минувшей неделе сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Пропал мужчина с понедельника не появляется дома. Еще одно сообщение об исчезновении родственника поступило в дежурную часть полиции. Саровчанин перестал выходить на связь. Практически неделю никто не знал о его местонахождении. В день, когда стражи порядка зарегистрировали заявление от родственников пропавшего, волонтеры поискового кинологического отряда обнаружили на плотине тела мужчины. Позже полицейские установили, что это один и тот же человек. Увидели руку в шлюзе на Садовой. По приезду это оказался гражданин Е, 73-го года рождения. Данный гражданин якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. Видимо, решил искупаться, его в шлюз затянуло. Полицейским предстоит выяснить обстоятельства смерти Саровчанина. Печальных последствий удалось избежать другому, жителю нашего города, который отдыхал в компании друзей в старом районе. Веселье сопровождалось распитием алкогольных напитков. Мужчина вышел на балкон подышать свежим воздухом, однако вернуться обратно в квартиру ему не удалось. О происшествии в полицию сообщили сотрудники КБ-50. Друзья решили над ним пришить, там закрыть. На что молодой человек не растерялся и решил выйти со второго этажа через балкон. Соответственно, он упал вниз. 13 аварий, три из которых с пострадавшими. Такова статистика сотрудников ГИБДД за прошедшую неделю. Водитель Нивы высадил пассажира в одном из дворов в старом районе. Спустя считанные секунды мужчина угодил под колеса автомобиля, который только что довел с его до пункта назначения. По предварительным данным, в момент аварии водитель был пьян. Когда мужчина выходил, он зацепился в своей одежде, то ли за замок, то ли за ручку. И мужчина, когда начал двигаться, он протащил за собой бывшего своего пассажира, в результате чего интересные повреждения были ему причинены. Сотрудники ГИБДД установили, что водитель Нивы попался пьяным за рулем второй раз. Теперь ему грозит наказание, предусмотренное статьей Уголовного кодекса. Вступление во взрослую жизнь. Позади экзамены, контрольные и звонки на уроки. Одиннадцатиклассники простились со школы. Упускной вечер традиционно начался в администрации на торжественной церемонии вручения медалей. В этом году награды за исключительные успехи в учебе получили более 40 выпускников. Для них закончилась школьная жизнь. И остались позади уроки, домашние задания и контрольные. Одиннадцать лет юноши и девушки день за днем учили, отвечали у доски, участвовали в различных конкурсах и олимпиадах, чтобы потом получить отличные отметки в дневнике и заветную золотую медаль. Я абсолютно уверена, что именно за такими, как вы, будущее не только города, но и будущее нашей страны, вы точно поведете ее вперед. И я искренне желаю вам новых открытий. Новых открытий в науке, новых открытий в себе, новых открытий в других людях. Пусть у вас все сложится. В этом году в нашем городе средний балл единого государственного экзамена по всем предметам выше областных и российских показателей в среднем на 3-7 баллов. На торжественной церемонии 41 выпускник получил медаль за особые успехи в учении. Среди них 12 выпускников сдали один из экзаменов на 100 баллов. Поздравляя ребят от имени ядерного центра, Юрий Якимов просил их не забывать родные пенаты. Дорогие выпускники, помните, вас всегда ждут дома. Поздравляю еще раз. Хорошего вам всего в жизни. Чтобы вы были счастливы, любимы. Чтобы процветала наша замечательная страна. И через какое-то время мы также гордились вашими динами, так сказать, такими, как наши были замечательные ученые. Они не только отлично учились, но и вели активную общественную деятельность. Среди тех, кто получал золотые медали, было много тех, кто не раз попадал в объектив нашей камеры на творческих конкурсах, научных конференциях, концертах. Полученные знания и умения они смогут применить и в студенческой жизни. Стоя перед открытой дверью, вчерашние школьники, безусловно, волнуются. Оправдаем ли мы надежды тех, кто верил в нас, желал удачи все эти 11 лет. И я скажу да. У нас есть эта уверенность. Мы ответственны за будущее нашего города и нашей страны. Ну, а все благодаря кому? Конечно, благодаря родителям и учителям. Традиционно 11-классники оставили в альбоме пожелания для будущих выпускников. Каждый из медалистов получил благодарственное письмо от администрации города и памятные подарки. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. В России вступил в силу закон об ужесточении уголовной ответственности за ДТП со смертельным исходом, которые произошли по вине нетрезвых водителей. Если в аварии причинен тяжкий вред здоровью, виновнику будет грозить до 7 лет заключения. От 5 до 12 лет нетрезвый водитель проведет в местах заключения, если в ДТП погиб один человек. Наказание ужесточилось не только для водителей частных автомобилей, но и для тех, кто управляет общественным, железнодорожным, воздушным, морским и внутренним водным транспортом. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Материнский капитал будет расти. С таким заявлением выступил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. По словам чиновника, со следующего года маткапитал начнут ежегодно индексировать. В 2020-м он вырастет на величину инфляции до 470 тысяч рублей. Для справки. На протяжении последних нескольких лет из-за сложных финансовых условий выплаты, полагающиеся за рождение детей, были заморожены на одной отметке. Теперь каждый год с 1 января маткапитал будет повышаться примерно на 4-5%. Реку Сатис приведут в порядок. Вместе с Тешей и Вичкинзой ее очистят от тыла и наносы в песка. Благоустройство водных артерий выполнят в рамках развития паломническо-туристического кластера Арзамас-Дивей-Васаров. Очистка трех этих рек позволит создать в регионе дополнительные туристические объекты в сфере экотуризма. Кроме того, улучшится санитарная эпидемиологическая обстановка и повысится качество жизни почти 200 тысяч жителей региона. Озеро протяжный пруд Боровой закрыто для купания. Как сообщили в региональном управлении номер 50 ФМБР России, в этих двух водоемах превышены нормы загрязнения по микробиологическим показателям. В настоящее время и на протяжке, и на пруду Боровом установлены аншлаги купания запрещено, а снятие запрета сообщат дополнительно. Саровчан приглашают принять участие в Кубке города по ловле над донную удочку. Соревнования пройдут в воскресенье 14 июля на правом берегу реки Сатес перед городской плотиной. Сбор и регистрация участников в месте проведения соревнований. Более подробную информацию можно узнать в официальной группе Саровской федерации рыболовного спорта ВКонтакте. После торжественной церемонии чествования медалистов, выпускники вышли на Центральную площадь. С напутственными словами к юношам и девушкам обратились первые лица города и Ядерного центра. Продолжилась праздничная программа выступлениями творческих коллективов и флешмобом вчерашних школьников. Подробнее о том, как прошло выпускной, в нашем следующем репортаже. Погода не смогла испортить настроение выпускника. Вместе с родителями, друзьями и учителями в последнюю пятницу июня они заполнили Центральную площадь города. Выпускной пал стал для них одновременно и радостным, и грустным событием. Лучшие школьные годы прошли. Спасибо всем учителям, что вложили в нас частичку своей души. И радость, и грусть. Наверное, особенно радость, потому что мы переходим в новую ступеньку и заступаем во взрослую жизнь. Ну, я испытываю радость и немного в тоску, потому что все-таки новая жизнь начинается, кончается школа, новые проблемы, заботы. Предвкушаем все новое и замечательное. По традиции, с напутственными словами к выпускникам обратились представители городской думы, администрации и Ядерного центра. Они отметили, что в достижениях школьников есть заслуга и учителей, и родителей. Вы идете во взрослую жизнь. Конечно, вам поданы биться ваши знания, но не только знания, но и терпение, но и упорство, но и трудолюбие. И мы знаем, что вы справитесь. Всего вам самого хорошего. И не забывайте наш любимый город. С праздником! В этом году организаторы выпускного бала сделали акцент на виновниках торжества. Они выступали на сцене и танцевали в центре площади. Флэшмоб под мелодией Вайса с запуском «Вечернее небо воздушных шаров» стал одним из самых трогательных моментов выпускного. После всех торжественных речей и обязательных выступлений настало время веселья под современные ритмы. Специальным гостем выпускного вечера стал диджей Миша Кляйн из Санкт-Петербурга. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Сару-24. В этом году Саров присоединился к Единому областному дню молодежи «Все свои». В нашем городе праздник отмечали на стадионе «Икар». Для гостей работали развлекательные и спортивные площадки. Можно было пустить мастер-классы лектории, принять участие в соревнованиях. Также во время Дня молодежи прошло награждение активистов общественных организаций. Традиционно ни один день молодежи не обходится без награждения активистов общественных организаций. Начался прием с вручения золотых знаков отличия комплекса ГТО. Тех, кто с честью прошел все спортивные испытания, поздравил пятикратный чемпион мира среди юниоров по лыжным гонкам, член сборной команды России на Олимпийских играх в Ванкувере Петр Седов. Для тех, кто сдал на золотой знак значок ГТО, хочу сказать, что я тоже с вами, тоже сдал на золотой знак, считаю, что это почетно и здорово. Так что буду рад вас наградить. Благодарственные письма и грамоты получили активисты различных клубов и объединений Молодежного центра, Союза старшеклассников статус, военно-патриотических клубов, волонтеры и все те, кто стремится сделать ярче и насыщеннее жизнь нашего города. Одна из них – Александра Шанина. Она учится на втором курсе Сарфуты и Нияумифи и возглавляет Объединенный совет обучающихся. Под ее началом студенты участвуют во многих городских акциях, организуют Дни открытых дверей и праздники в институте. Награда для меня очень ценная, очень почетная, потому что к этому, наверное, стремится каждый общественный деятель. Когда от главы администрации тебе идет благодарность, то есть ты занимаешься этим не зря, ты делаешь все правильно. Второй год подряд на площадках праздника работал Саровский котельон. Активисты и участники студии «Пляшущие человечки» объединения «Армир» ознакомили горожан с историей нашей страны, обычаями и традициями аристократов и простых жителей с помощью танцев той или иной эпохи. Исторические танцы – это просто замечательно. Это общение в танце, это то, чего не хватает современным детям. Это капелька романтики, которой нам тоже очень не хватает. Мы, приходя на наши танцы и танцуют друг другом, ощущаем, что мы часть великой истории. Сюрприз ждал любителей Саровского драматического театра. Актеры, которых горожане привыкли видеть на сцене, сошлись в футбольных баталиях с чиновниками городской администрации и депутатами городской думы. Настрой, вы знаете, очень хороший, потому что мы с этими ребятами разминались, играли до этого, все настроены дружелюбно. И, в общем-то, мы думаем, просто хорошо поиграем в футбол. Матч закончился победой команды органов местного самоуправления. Кульминацией Дня молодежи стал концерт, хедлайнером которого выступил Никита Пресняков и его группа «Мультиверс». Полную запись концерта можно посмотреть на нашем канале в Ютубе. Екатерина Апенова, Артемий Голосков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Они считались предметом роскоши и были просто не по карману среднестатистическому обывателю. Сегодня солнечные очки – многофункциональные аксессуары, доступные каждому. Они выполняют множество функций, начиная от всесторонней защиты сетчатки от ультрафиолета и дополнительных бликов, снижающих качество зрения, и до простейшего создания имиджа. 1 июля отмечается день изобретения солнцезащитных очков. Мода на солнечные очки меняется так же стремительно, как и мода на одежду. Авиаторы, кошечки, круглые многоугольники. В погоне за современными тенденциями не стоит забывать о главной функции таких аксессуаров – защите глаз от ультрафиолетового излучения. Защита от ультрафиолета – это здоровье глаз, это молодость глаз, это молодость лица вообще, что для женщины, наверное, очень важно. Это предупреждение развития ранней катаракты. Солнечные очки должны обладать уровнем защиты не менее 400 нанометров. Это дает надежную защиту от вредного ультрафиолета. Желательно, чтобы на линзах была поляризация. Этот эффект помогает устранить блики, которые мешают смотреть через очки. Специалисты оптики НН рекомендуют приобретать летний аксессуар только в специализированных салонах. Мы, по крайней мере, уверены в том товаре, который мы возим. Мы можем его проверить. Мы можем продемонстрировать его свойства на демонстрационных приборах. Мы всегда поможем выбрать подходящую к лицу модель. Современные технологии позволяют сделать линзы самого различного оттенка. Розовые, голубые, зеркальные. Такие очки все больше занимают место на витринах тесняк классический, темно-коричневый и черный. Все эти параметры индивидуальные и в оптике НН помогут сделать правильный выбор. У кого-то есть предпочтение между серыми и коричневыми. Кто-то любит цветные линзы, кто-то это все не переносит. Если у человека есть потеря зрения, то в темных очках ему может быть некомфортно. В таком случае имеет смысл сделать солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Сейчас в салонах оптика НН действует скидка на все солнцезащитные очки в размере 20%. Елена Грескова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей СОРОВ-24. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!